83-летняя жительница Ленинского района по состоянию здоровья не выходит из квартиры, но способ, как передать деньги мошенникам, нашла. 16 мая пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что внучка якобы попала в ДТП. Избежать уголовного преследования можно, но за это надо заплатить. Вскоре за деньгами пришел посыльный. Мне скинули адрес, я приехал туда, и пожилая женщина с 9 этажа скинул мне 162. Возьму 130 тысяч рублей, которые я должен привезти на другую карту, но я эти деньги оставил себе и потратил на личный номер. Задержанный сотрудниками уголовного розыска курьер рассказал, что нашел работу в одном из мессенджеров. Ранее привлекаемому к уголовной ответственности 19-летнему саратовцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Чтобы ваши пожилые родственники не стали жертвами мошенников, почаще проводите с ними беседы о фактах мошенничества. Схема «Ваш родственник попал в ДТП» рассчитана на людей старшего поколения, тех, кто более беззащитен. В случае поступления звонков от незнакомых людей, они немедленно должны прервать разговор и позвонить вам. Берегите себя и своих близких. Доверчивость может привести к необратимым последствиям. Об этом сотрудники полиции и представители городского общественного совета напомнили пожилым людям в ходе очередной акции «Осторожно мошенники». Профилактические беседы с горожанами подкрепили вручением памяток, в которых содержатся советы о том, как защититься от злоумышленников и куда при необходимости обратиться за помощью. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.